МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днем ангела, дорогие именинники! Для того, чтобы что-то приобрести, часто бывает необходимо от чего-то отказаться. Помните в сказке Андерсона солдат, который нашел огниво, спустившись в такое чудесное подземелье, набрал полный ранец медяков, а потом, найдя серебро, выгрузил медяки и набрал серебряные монеты. Также пришлось потом и выбросить и серебряные, для того, чтобы набрать золотые. Невозможно взять все сразу, нужно от чего-то отказаться, чтобы взять что-то другое. Есть имя приобретение взамен. Антоний, так он звучит по-гречески. Сегодня мы празднуем память человека, который взамен земных радостей, утех, сладостей, гордости, богатства приобрел небесное царствие и стал его гражданином, еще находясь на земле. Речь идет о великом человеке, так его и называют преподобный Антоний Великий Египетский. Он родился в Египте в семье благочестивых христиан, рано осиротел, и на попечении у него осталась его младшая сестра. Однажды в церкви сердце Антония было насквозь пронзено словами Евангелия, что если кто хочет идти за мной, пусть отвежится себя, возьмет крест свой и идет. За мной говорит Господь. Антоний решился повернуть всю свою жизнь к Господу и, оставив сестру на попечение благочестивых девиц, ушел недалеко от своего села в пустыню, где начал жить жизнью отшельнической и подвижнической. Ему пришлось очень много пострадать от невидимых врагов, от духов злобы, которые являлись ему зримо и избивали его иногда даже и до полусмерти. Антоний перетерпел множество искушений и бед, так что несколько раз его, как мертвого, приносили в деревню и готовили к погребению. Он приходил в себя и просил отнести его обратно. Он много молился Богу, чтобы Господь показал ему, как же жить. В ответ на его молитву он увидел ангела в образе человека, который плел корзины, потом вставал и молился, потом опять следил заплести. «Работай и молись», — был ему голос, и это было главное правило его жизни, не быть праздным, чередуя труд с молитвой. Однажды Лукавый, видя черного юноши, явился ему и, лицемерно склонив голову, сказал, что «ты победил меня, Антоний», желая таким образом вызвать в Антоний гордость и самонадеянность. Антоний не поверил ему и продолжил свои труды и смиренные подвиги. Наконец Антоний вырос в меру высокого подвижника и захотел уйти в глубину Египта, чтобы там еще более передаться аскетическим подвигам. По дороге Лукавый разбрасывал перед ним золотые монеты, драгоценные камни и множество красивых вещей. Антоний, как мусор попирая это, шел все глубже и глубже для того, чтобы найти себе место покоя. Он прожил в пустыне долго, два раза приходя в Александрию, во время гонений, желая пострадать, и во время ереси ария, убеждая людей держаться православия. Когда было гонение, он спокойно приходил в темницы, обмывал раны узникам, молился вместе с ними. Мучители, как будто не видя его, не трогали его и не возлагали на него рук. Впоследствии к Антонию стекались тысячами люди, чтобы послушать его, взять его благословение. Приходили книжники, философы, мудрецы, эллины, и спрашивали его, а вот откуда у тебя столько знаний? Откуда ты такой мудрый? Ведь ты же не читаешь книг. Что раньше, спрашивал Антоний, ум или книги? Конечно, раньше ум, сказали книжники, ведь все книги пишутся из ума. Поэтому, говорит Антоний, кто очистил ум от суеты и грязи, не нуждается в чтении многого количества книг. Много другого говорил и делал этот святой человек так, что любовь к нему была чрезвычайна. Усовершившись, достигший, повторяю, на земле еще тот твердого небесного гражданства, он мирно ушел из жизни, оставив по себе священную память и святые свои молитвы. Житие Антония написано было Афанасием Великим, архиеписком Александрийским. Святой Златолуж говорил, что это житие нужно прочитать каждому христианину. Кроме носящих имя Антон, сегодня мы поздравляем Виктора и Павла, также с Днем Ангела. С Днем Ангела, дорогие именинники, радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok